Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Entraday на зеркальных уровнях. Смотрите мои выпуски также на моем канале, новые ролики, которые я выпустил, и досмотрите ролик до конца, я покажу новости, на которых можно будет заработать на этой неделе, экономические события. Итак, перейдем к терминалу. Что по евро-доллару? В пятницу он снижался существенно, сейчас ведет вялая коррекция, рассчитывать на дальнейшую коррекцию, думаю, не очень стоит. И даже если мы пойдем вниз дальше, то от уровня поддержки покупать тоже, я думаю, не стоит. Но если мы ее пробьем, будем возвращаться к уровню сопротивления зеркальному, то здесь можно будет ставить ордера на продажу. По новозеландскому доллару находимся в такой канале, достаточно широком. Здесь в районе 0.7216 можем делать ордера на продажу, а в районе 0.7139 ставить ордера на покупку. Доллар и иена пробила нисходящий тренд, один раз возвращалась и отбилась успешно от зеркального уровня поддержки, но потенциал, я считаю, не исчерпан, поэтому в районе 0.113981 можно будет ждать цену на повторное касание от уровня зеркального поддержки. Доллар и франк отбился в очередной раз от уровня сопротивления, но в принципе тренд нисходящий, поэтому сигнал достаточно сильный, можно будет еще раз рассчитывать на продажу от уровня 0.9155. Британский фунт японская иена в похожей ситуации находится, также от уровня сопротивления в районе 156.728 можно будет ставить ордера на продажу. Ну и нефть сейчас начинает подниматься, ее здесь поджидают уровень сопротивления в районе цены 85.35, можно будет ставить ордера на продажу. Еще больше сигналов в моем телеграм-канале, ссылка на нее в шапке моего канала YouTube, ссылка есть в описании. Теперь давайте посмотрим новости, которые ждут нас на этой неделе и как мы можем на них заработать. Воскресенье, понедельник, понедельник достаточно спокойный, вторник у нас решение по процентной ставке по Австралии, в среду решение по процентной ставке в Америке, заявление ФУМС. Вот, четверг решение по процентной ставке в Британии, пятница, нонфарм, как мы уже говорили с Артемом Деевым, в прошлую пятницу ждем нонфарм. Эта неделя будет очень активная, видите, как видите, очень много решений по процентным ставкам, поэтому волатильность нас ждет. Торгуйте по стратегии торговли на новостях, я, кстати, недавно об этом выпустил ролик, вот, посмотрите три способа торговли на новостях. Все, желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!